Самая главная задача образования – чтобы он получил твёрдое, ясное и обоснованное мировоззрение. Избави Бог, если мы, воспитывая ребёнка, сделаем его довольным собой. Дети – это самые умные люди, я вам скажу. Они гораздо умнее нас, взрослых. Приходится постоянно убеждаться в этом. Не думайте, без этой твёрдой, мировоззренческой основы не дадим мы образование ребёнку. Добрый день! Правда, после того, что сказал отец Александр, я даже не знаю, о чём говорить, потому что обычно такие, знаете ли, ну, слова высокие, богатые – это надо только когда спасать человека. Знаете, погибает, святые отцы говорят, вот если очень страдает человек, уныние, ну, у него всё проваливается, его надо подбодрить. И говорят, да что вы не беспокоитесь, вы знаете, до чего вы хорошие? Да у вас всё так успешно, да у вас так всё замечательно! Слышите, святые отцы говорят, когда человек действительно унывает. Он и напротив, когда у него всё блестяще, он доволен, всё великолепно, говорят, скажите ему, что-то у вас не очень-то всё-таки хорошо. Вам бы надо всё-таки думать о большем развитии, о более высоких ступенях, правда же? Посмотрите, как это я отцы посоветую, да? То есть, когда человек слишком возносится, его немножечко, скажем, будет потише. Когда, напротив, падает в отчаянии, поднимите. Ну, правда же здорово? Вообще, конечно, когда приходится встречаться с своими коллегами, а вы именно и являетесь таковыми, именно педагоги, то я понимаю, что у нас есть много вопросов, именно специфических вопросов, относящихся непосредственно к нашей деятельности и к тем основным проблемам, которые возникают в ней. Так вот, главная наша проблема какая? Ну, педагог – греческое слово, тот, кто ведёт ребёнка, ребёнка. Куда ведёт? К чему ведёт? Вы знаете, очень любопытная вещь, но мы часто настолько увлекаемся самим характером, допустим, своего предмета, и действительно там вопросов очень много. и побольше так вопросов, что выпадает из сознания самое главное – а зачем мы это делаем? То есть мы скажем, зачем? Чтобы выпустить его в жизнь. Ну, выпустили в жизнь, а дальше что? А дальше что? Разве в этом смысл жизни человеческой? Вы знаете, вот это очень интересно, что мы решаем действительно множество проблем, таких частных, и касающихся действительно нашей вот обычной текучей жизни, но совершенно выпадает из нашего сознания вот этот главный вопрос, без решения которого, как мне кажется, всё образование в конечном счёте теряет свой смысл. Ведь задача-то в конечном счёте наша какая? Чтобы просто человек получше прожил и умер? Или какая-нибудь другая? Вот это интересно! И что значит получше? Мы знаем даже при очень, кажется, хорошей жизни, сколько у каждого человека бед и страданий, сколько проблем, сколько болезней, сколько неприятностей! Недаром, вы знаете, древние фракийцы, древние ещё дохристианской эпохи, когда рождался человек, знаете, что они делали? Устраивали плач, тризму печальную, во время которой они говорили, что тебя ожидает? Возможно, войны, возможно, раны, возможно, болезни, возможно, страдания. Да всё ожидает! Мы же знаем, что ожидает каждого человека, который входит в жизнь. И устраивали плач поразительную! Обычно-то что у нас? Родился ребёнок! О-о-о! О-о-о! Да, проходит несколько лет! О-о-о! Ещё несколько лет! О-о-о! Маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, большие бедки! И те же самые фракийцы! Представьте себе, удивительный народ, странный! Напротив, когда умирал человек, устраивали весёлые пиры! Наконец, ты свободен! Никто тебя не ранит, не убьёт, не обидит! Ничего, никакая болезнь тебя не тронет! Всё! Ты свободен! Представьте себе! Правда, интересная психология! Но подумайте, насколько она мудрая! Звучит для нас, это как что-то просто странное, чуть ли не абсурдное! Но подумайте! Давайте подумаем! Мы все сидим, у нас никаких неприятностей, правда же, нет? Мы весело прям живём в раю! Никаких у нас нет проблем! Да? Прям радость, да и только! А уж детьми совсем никаких, правда же, нет! Это ангелочки, которые только нас радуют и больше ничего! Фракийцы были, видимо, совсем не дураки! Это действительно были мудрецы! Видимо, руководители их были! Это уж настоящие философы! Настоящие философы, которые смотрели вглубь вещей, а не на эту поверхность, на ежеминутные, ежесекундные вот эти минутные развлечения, которые что-то могут дать человеку или устроить его на какое-то мгновение! Они прекрасно понимали! Расти, воин, всё! И вдруг болезнь, и он умер! И как же оценивать все наши труды, все наши усилия, колоссальные причастности, трудности, которые возникают? Человек взял и умер! и что же? Мы думаем о том, и что же? Вы знаете, не думаем! Вот это и беда! Образование, конечно, вы знаете, оно имеет, так сказать, ну, три аспекта или три стороны. Первый из них и по существу – это духовно-нравственная сторона. Уже вторая только научно-теоретическая, ну, и третья, конечно, практическая. Но обратите внимание, что вот это самое первичное, точно духовно-нравственное, которое может действительно сделать человека достаточно независимым от внешних обстоятельств жизни, внутренне-независимым, я говорю. Так. То, которое и может именно человека сделать человеком, вы знаете, как ушла у нас? Куда? Я не знаю, куда, на какой даже план. Трудно сказать, но всё внимание обращено исключительно на то, что к нам пришло с Запада, в котором, на Западе, высшее образование, в частности, образование вот такого, школьного порядка началось на тысячи почти лет, ну, немножко, может, поменьше, чем у нас. Университеты там уже были, уже в XII, в XI веке, а у нас первая высшая школа, первая высшая школа в России. Это Московская духовная академия, 1685 год. От этой школы, от Московской духовной, потом возник Московский государственный университет, с которым мы до сих пор очень дружим. Затем Академия наук. Вы видите, источников, что, ну, это XVII век, конец XVII века, и что же характеризовало эту западную школу как таковую? То, что в ней, в этой школе всё более и более преобладало внимание к тому, к тому, что давало человеку сумму знаний. Вы знаете, именно в это время, например, какой-нибудь Фома Аквинский, это самый, я бы сказал, авторитетный, самый сильный, самый древний и уважаемый в западном мире теолог Фома Аквинский, написал труд, который назывался «Сумма теологии». Если бы вы только посмотрели на эту сумму, вы бы ахнули, у нас в Московской духовной академии библиотеки это стоят, это действительно сумма! То есть, труд, в котором попытался охватить ну всё, что можно. И не думайте, что хотя и называется сумма теологии, что на самом деле там теология сплошная, ничего подобного. там все сведения, все научного характера и философского, которые только были в это время известны и доступны. В результате вы знаете, что произошло? Если в начале, в начале того, как началась христианская цивилизация, именно христианская цивилизация, я говорю, если основное внимание обращалось, не основное, можно сказать, почти исключительное внимание, обращалось на то, чтобы человека, вот, обычный человек рождается со всеми заботами, со всеми особенностями, своими проблемами, жизненного устройства, всё внимание главное обращалось на то, чтобы сделать человека как можно лучше. Если хотите более точные слова, святее. Именно всё внимание обращалось на это. Кстати, на Руси, на Руси, на нашей Руси, до образования этой Московской Духовной Академии образования, думаете, не было, о, ещё было какое, но где оно было? Оно было, естественно, только при великокняжеских, княжеских дворах. Оно было у богатых людей, оно было особенно развито, особенно развито при монастырях. Иван Васильевич Кореевский, имя которого было бы особенным педагогам попросту знать, потому что он написал работу, работу, которую просто, ну, не прочитать это нельзя, особенно в наше время, в наше время, и особенно именно сейчас, когда полным потоком, да уж не знаю, поток даже, это слишком слабо, западное, всё западное движется на Русь, он в середине, в середине 19 века написал замечательную работу о характере просвещения в Европе и о его отношении к просвещению в России. Я скажу, в чём суть, это не так уж большая работа совсем, в чём суть этой работы. Он сам, это Иван Васильевич Кореевский, великолепно знал Европу, сам он долгое время был поклонником Гегеля, ну, известного философа, что называется, гонял с ним чаи, верно, бывал у него дома, тот его угощал, так, долгое время, прекрасно знал. И вот в этой статье он пишет, чем отличается западный человек от русского. очень любопытное наблюдение, которое происходило не из какой-то, знаете, абстрактной философии, а из реального опыта жизни. И вот его наблюдение, которое, вообще-то, я вам скажу, все те, кто, если почаще будет в Европе и вдруг окажется более возможным у него опыт общения, то скажет, да, он прав, совершенно. Чем характеруется западный человек, говорит он? Он, в принципе, он, в принципе, западный человек, доволен собой. Я сколько раз замечал на международных конференциях громадно, когда тысячи даже людей и сотни людей выскакивает какой-нибудь молодой человек, ему 20 с чем-то лет, и он с таким азартом, энтузиазмом, со всей энергией получает зал, какими надо быть и как надо решать все проблемы. Сидят люди, убеленные сединами, нагруженные колоссальным опытом, так, и этот молодой человек, вот, вы слышите, так и прямо и видно, и чувствует, вы видите, до чего я хорош? Иван Васильевич Кириевский пишет, наш человек всегда чувствует, что он совсем не тот, кем бы он должен быть. Он всегда чувствует свое, если хотите, несовершенство. Что это значит? У него открыта дверь. к чему? К духовному росту. Там всё, полная коробочка. если он чем занимается, он в чём-то растёт, то в чём? По административной линии, по линии именно успеха в этой жизни, сам же он по себе хорош. Ему не о чем даже думать, для чего он хорош. Всё! Это очень серьёзное наблюдение, в котором, кажется, может убедиться, если таковое будет. Очень серьёзное. Почему это серьёзное наблюдение? И почему это действительно очень важно для нас, педагогов? Мне кажется, избави Бог, если мы, воспитывая педагог, ведущий ребёнка, сделаем его довольным собой. Помните иронические слова Пушкина в Евгении Онегине «Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Ничего ему больше не надо». Всё! Тупик! Никакого духовного развития, духовного роста не может быть. А в чём заключается это духовное развитие? А что это такое за духовное развитие? Что это такое? Интересно! О чём идёт речь? Невозможно никакое образование без... Назову очень простое слово, но которое очень точно, как мне кажется, выражает суть дела. Первая и основная задача образования, самая главная задача образования, дать образование человеку, чтобы он получил твёрдое, ясное и обоснованное мировоззрение. Я сейчас даже не говорю о том, религиозное или нерелигиозное. Вы слышите? Я говорю не об этом. Сколько раз приходилось встречаться с человеком, вот мне, хотя я верующий человек и всё, с атеистом, но искренним, и не просто искренним, искренним, и действительно, у которого есть свои аргументы, на которых он строит своё мировоззрение, он имеет мировоззрение. Вы знаете, до чего приятно с таким человеком говорить? Не с начётчиком, не с тупым каким-нибудь, который, вот, я так верую и всё, и больше ни о чём не хочу с тобой рассуждать. Нет! Его спрашиваешь, а почему? Он отвечает, он открыт, он ищет, как важно иметь мировоззрение. Вообще, человек без мировоззрения – это необразованный человек. Хотя бы он 10 университетов окончил. Нет у него образа, никакого образа жизни. Сколько раз приходилось на Западе говорить, говорить этим людям, например, верующим, верующим, я подчёркиваю это, в наших диалогах в русской церкви с протестантами различных направлений приходилось говорить «Сказать вам о том, как вы веруете? Скажите! Скажите! Вся ваша вера в Бога состоит вот в чём! Ищи прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам! Верят? Кажется, во всё верят! и в Бога, и в Царство Божие! Наша задача только это! Только Земля! Причём, вы подумайте, насколько человек умное существо! Однажды я болел, потом прихожу в академию, меня спрашивают, ну, как вы? Я говорю, как я? Врачи сказали, что вполне здоров, но всё равно умру! Как? Как? Потом, ах, вы вот вечно бы это всё так это говорите! Действительно, мы настолько умны, что даже уже не верим, что помрём! Вся вечность у нас здесь в этом открыта! Ой, какой ум! Ещё древние! Духристианские философы! Вспомните их древних греков, этих мудрецов и прочее, говорили, говорили, всегда помни о смерти! Только при этом условии ты сможешь быть и понять, понять всю суть своей жизни, понять ценности этой жизни, понять её смысл и устраивать соответствующим образом свою жизнь! А мы – нет! Как страус песок! Знаете, перед опасностью говорят, прячет голову в песок! Нет, нет! Я вечно живу здесь на земле! Другие только умирают! Что это такое за мировоззрение? Странное дело! Это что такое? Самообман, что ли, какой-то? Человек должен твёрдо это знать, твёрдо помнить и выстраивать свою жизнь в соответствии с этим! А вот здесь-то он и сталкивается с двумя перспективами! Только с двумя мировоззрениями! По существу их только два и есть! Достоевский очень хорошо выразил это! Фёдор Михайлович, когда писал только с верой, только с верой в своё бессмертие человек постигает постигает именно всю разумную цель свою на земле! Да, если я верю в бессмертие, о! Какая перспектива оказывается перед личностью! Он же говорил без веры в свою душу и в её бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо! Ещё бы! Меня ожидает вечная смерть оказывается! Я тружусь, работаю, учусь, а меня ожидает вечная смерть! Вот две перспективы! Вот два мировоззрения! Или я, как животное, живу и в любой момент может окончиться и всё! Искры вылетают, знаете, из костра и гаснет! У одного быстро, у другого подольше летит и гаснет! И обязательно гаснет! Без мысли, без понимания, реального понимания того, кто мы есть, о каком, я не знаю, образовании даже может идти речь! Недаром же говорят, пожалуйста, прежде чем сделать матрёшку, вот, красивую русскую матрёшку, которую мы дарим всюду, так! Сначала-то, что бывает? Деревяшка, болванка! Болванка, из которой можно сделать и ангела, и монстра! Из той же самой болванки! Ах, вот оно, в чём суть образования-то! Ребёнок – это ещё некая своего рода болванка! Это гибкая веточка, которую можно нагнуть и в любую сторону! Это ещё болваночка! Итак, что же мы хотим из неё сделать, из этой болваночки? Что мы хотим сделать? Я напоминаю, всё русское образование до того, как была открыта Московская Духовная Академия в XVII веке, в конце, всё оно, проходя вот в этих вот отдельных точках Руси, которые Иван Васильевич Кирьевский называл наши, называл «народные университеты», так? Чем занималось это образование? Вся задача, вся суть при всех тех знаниях, которые давали, вы слышите, все знания давали, вся цель была направлена сделать человека лучше, сделать честного человека. Прекрасно понимали, прекрасно понимали, что действительно святой человек из самого худшего сделает лучшее! И, напротив, развращённый и негодный самое лучшее погубит! Недавно в одном журнале я прочитал, прочитал такую интересную сентенцию, знаете, господа бизнесмены, прощение, пожалуйста, имейте в виду, что специалисты, к которым вы обращаетесь, которых вы берёте на свои фирмы, учтите, специалисты с высшим образованием в пять раз больше совершают преступлений, чем те, которые получили только среднее образование. Статистика, предупреждение в пять раз. Почему? Но они же лучше знают! Лучше знакомы с экономикой, лучше знакомы, великолепно понимают, как тут сделать! И делают! О чём мы читаем и слышим и видим! Образование? Да, конечно! Что оно даёт? Умеем! Из ничего сделать что-то! А говорят, из ничего ничего не бывает! Почему? Как ничего не бывает? И дома, и дачи, и что там ещё? И машины, как? Всё, если ничего делаем! Вся суть – только уметь! А для этого надо иметь образование! И так, да здравствует образование! Господа, будьте осторожны! Люди с высшего образования и пшеновники в пять раз чаще совершают финансовые преступления, чем имеющие только среднее образование! Образование без мировоззрения – это не образование! Где же образ он? Какой образ мы дадим? Смотря! Какой образ? Посмотрите теперь, когда в нашу школу вводится этика! Какая? Или там религиозная этика! Ну, религиозная – разная! Там православная, буддистская, мусульманская – неважно! Или так называемая светская этика! Я помню, когда я увидел, я был крайне удивлён, как может быть вообще такой предмет – светская этика! Нет же светской этики как таковой! Есть этика кого-то! Ну, какая? Светская этика, например, марксизма! А, ну, это понятно! Или светская этика вульгарного материализма! А, ну, естественно! Или этика, например, баруха Спинозы! Это известная философа XVIII века еврейского! Или, например, этика Ницше! Ницше, который утверждал, что больной – это паразит общества! А с паразитами вы знаете, что нужно делать! По-моему, комментарий не требуется! Это светская этика! Так, простите, а какой светской этике, говорим мы? Ах, о российской! Так! Российского народа! Так, и какова же она была всю тысячу лет, этика российского народа! Нет-нет, это религиозная! А, нерелигиозная – хорошо! Хорошо! Это какая? Началась с 1917 года или какая? Это тысячу лет мы куда выбрасываем? Это ничто! А что такое светская этика? Чему она будет нас учить? Чему? Сразу вот проблема! Свободная любовь! Как это – хорошо или плохо? Хорошо или плохо? Светская этика – ответь! Гомосексуализм! Хорошо или плохо? Человек же свободен, это его дело, правда же? Вы знаете, что на Западе творится? Вы же знаете, что творится! Какое насилие, вплоть до того, что насилие совершается, все те некоторые русские, которые живут там, уже вынуждены уезжать просто, хватаются у детей и уезжают в Россию, чтобы спасти своих девочек, прежде всего, и мальчиков, да, от того буквально разврата, который насаждается. Это светская этика! Разве непонятно это? О какой светской этике идёт речь? Это что такое? Слушайте, я понимаю, необразованный человек, для него, конечно, какая-то светская, но образованный, который хоть немножко знакомит с историей философии, он же понимает, что не философ, то этика! А философы действительно разные! Какая-нибудь там аналитическая философия, лингвистическая философия, кантианская философия, неокантианская! Простите, столько этих, столько этик, я говорю, светских этик! Сколько! И вдруг при такой раз просили, кто это делает? Теперь что же такое? Пишет учебник, значит, какой-то автор. Ах, это его светская этика! И почему же мы по всей России должны этику этого человека, который написал, изучать? Что это за такая величина? Гениальная! А почему он не изучит этику нашего народа? Уж если мы хотим, нашего народа, да! Который имеет уже более, чем тысячи лет! Почему не изучать её? А вы знаете ли, нет, там Бог есть! Ах, вот она, без Бога широка дорога! Вот оно что! Это светская, извините, это не светская, это атеистическая. Атеистическая этика! Давайте тогда и разберём. Что разберём? Какие основания, какие основания есть у атеизма и какие основания у религии, у православной религии? Давайте разберём! Задайте вопрос любому, на каком основании вы отрицаете, что есть Бог? Какие у вас основания? Скажите! Начнут говорить такие, просто диву даёшься! Да! Вот сейчас пойдём в лес! Так! И кто-то скажет, я видел медведя, сочеляй, тут медведь! Другой, третий, да, может быть! А я вот ходил, никогда не видел! И от того, что я не видел, это что значит? Его нет? А вдруг он на самом деле есть? Слушайте, ведь что за странное дело? Атеизм не имеет никаких оснований для отрицания бытия Бога! Ведь с точки зрения науки вы уже знаете, что мир наш, вот мир, бесконечен! А наши знания любые, в любой момент истории, чем являются? капелькой из океана непознанного! Я подошёл к океану, зачерпнул целую кружку воды и торжественно кричу! А мне-то болтали и кричали, что тут киты водятся! Да даже рыбёшки маленькой нет! Скажут, что за дурак? Дурак! А как же можно говорить Бога нет, когда я капельку даже не знаю из того, что составляет наш мир? Какие основания для отрицания? Для утверждения множество оснований! Для отрицания, вы же понимаете, по идее, чтобы отрицать, надо всё знать! И когда я знаю, я сказал, я прошёл, вот, мы прошли весь этот лес, всё, тысячу раз, и не нашли никого! Ну, пожалуй, наверное, наверное, здесь действительно медведя нет, но кто знает, может, хитрец и спрятался! Недаром один барин ехал, просвещенный, а мужик вёз его и крестился, когда приезжал мимо храма, а барин над ним подтрунивал. Мужик молчит! Приехали, расплатился барин, и вдруг мужик заговорил, барин ошахнул, барин, а барин, что? А вдруг он есть! Потрясло, барин! Потрясло! Вот видите, светская этика – это какая-то просто насмешка! Даже самого слова от этого светской этики это редко найти. Есть религиозная, есть, если хотите, атеистическая, пожалуйста! Пожалуйста, атеистическая! Без Бога широка дорога! Это мы хотим, да? Какую-то светскую этику! Особенно сейчас, когда там столько сейчас хлынуло с запада гадостей, светских совершенных, в которых Бога, никакого Бога нет и быть даже не может! И теперь что мы будем заниматься этим? Я это просто, к примеру, к примеру, говорю, перед какими проблемами мы стоим. И самая главная проблема, что в нашей, в нашей, действительно, педагогической деятельности главнейшей задачей является выработка мировоззрения, именно мировоззрения, как такового, без мировоззрения, необразованный человек, он должен сам аргументированно, насколько это пожалуйста, насколько хватит ему сил, образования, насколько ему помогут, но должен сам увидеть и убедиться, и убедиться, что да, вот атеизм – это правильно! Пожалуйста, хорошо! Вот христианство – это правильно! Это другое дело! Ну и потом, конечно, мы же прекрасно понимаем, что на чём может строиться нравственность человека? Ради чего я должен быть нравственным? Скажите, если Бога нет, души в человеке нет, бессмертия нет, так, и почему я не должен сделать всё, что только могу, чтобы мне наилучшим образом устроиться здесь и плевать мне на все ваши доводы о какой-то совести и о каких-то вещах? Потому что всё это пропадёт! Я засну! Мне всё равно, ругают меня или хвалят меня! Так же уж тем более, когда человек умрёт! Если один раз, если я живу, и всё! Жизнь обессмысливается! Правильно, сказал Достоевский, без веры в свою душу, в её бессмертие, действительно, бытие человека неестественно, немыслимо, немыслимо! И, он сказал такую вещь, невыносимо! Обратите внимание, что многие светило, вот сейчас, сейчас, светило артисты, эти рок-музыканты, за которыми, не знаю, все уж бегают и которые, ну, всё им, всё уже они достигли! И богатство, и славы невероятные! Так, а что с ними происходит часто? Он один, например, не один, а один за другим просто кончает жизнь самоубийством! Да-да, это поразительное дело! Что такое происходит? В 41 год он кончает жизнь самоубийством! Что у него? депрессия! Его друг в таком же возрасте то же самое и кончает жизнь самоубийством! Смотрите, я не помню эти имена, может, вы знаете, это вот самоубийством кончает Пресли, Меркури, Мэрилин Монро! Слушайте, звёзды, звёзды, весь мир ахуят, аплодируют и кричат! Они, кажется, достигли всего, что можно на земле достичь! Всё! И слава, и богатство! И что такое? Без мировоззрения смысл жизни теряет всякий смысл! Когда мы говорим о духовной безопасности, то это прежде всего мы должны говорить о том, что человек без мировоззрения не человек! Он необразованный, он не устроенный в жизни! От него можно ожидать всё, что угодно! Каких угодно вещей! В том числе и самых самых разрушительных! Но когда мы говорим, почему страдают наши дети, почему? По причине именно этой! Прежде всего, что, к сожалению, мы родители, именно мы родители практически почти не имеем мировоззрения, которые мы могли бы обосновать своему ребёнку! Я верю в Бога! Ты должен верить в Бога! Ты должен ходить в церковь! А зачем? Ты должен молиться! А зачем? А как? Чтобы пятёрки получать? Почему? Откуда взяли, что есть Бог? Откуда взяли, что христианцы – это хорошая религия? А что она даёт человеку, скажите? Когда кругом меня влекут совсем другие вещи! Ради чего? Если мы родители не сможем ответить, аргументированно ответить ему на эту нашу веру, ребёнок никогда не останется в церкви, не останется христианином. Кстати, так же и в отношении атеизма. Есть ему убеждённые атеисты. Пожалуйста, объясните ребёнку, почему, на каком основании, сравни. Вы знаете, одним из важнейших компонентов образования является, я бы назвал, принцип универсальности. То есть, показать, показать человеку, показать, вот, видишь, вот как учит, например, атеизм, как учит христианство, как учит буддизм, как учит мусульманство, как отвечать на главнейшие вопросы жизни и показать, какие основания для того, чтобы считать это мировоззрение правильным. Какие основания? Ребёнок спросит, а почему верите в Бога? Верующий. Я говорю, верующий. И мама молчит. Ну, ну, почему? Ну, мои родители веровали. О, Боже мой! А наши прадеды верили, что солнце вокруг земли ходит, а не земля вокруг солнца. И что из этого? При чём тут? Какие основания? Вы знаете, дети – это самые умные люди, я вам скажу. Они гораздо умнее нас, взрослых. Приходится постоянно убеждаться в этом. И если ребёнку не ответить, на такие вопросы, не сказать ему, не объяснить ему, не думайте. Без этой твёрдой, мировоззренческой основы не получим мы, не дадим мы образование ребёнку. Дети потому страдают, что мы не знаем. А чтобы узнать, почему я верю в Бога, с какой стати, не просто почему, что меня влечёт, основание дайте. Для этого надо, что? Потрудиться. О! Спросить тех, кто получил образование, почитать, поинтересоваться. Вот что надо. Тогда действительно мы можем своим детям своим детям дать здоровую пищу. Не просто сказать «на и ешь». Он скажет «А почему я буду это есть?» «Не хочу!» «Идите вы в своей церковь, куда угодно». Оказывается, требует труда от нас, от самих себя. И главная причина страдания детей заключается вовсе не в том, я вам скажу, что вот такая вот на нас движется эта лавина. Верно. Не то, что интернет и телевидение. Это верно действует. Главное воспитание совершается в семье. В семье. Что? Чем докажет, я даже употребляю это слово, докажет верность своих убеждений мама, папа, родители. Вот на что нужно обратить главное внимание. В противном случае дети остаются без руля и без витрил. Их хватает всё, любой ветер, который подует в интернете. И они займутся чем угодно. Ну вот видите, конечно, образование – это непростая вещь. Я понимаю, что в школах очень трудно, и вы ничего не можете изменить программы. Это я прекрасно понимаю. Но мы можем независимо от этих программ всегда находить какую-то одну, две, три минуты и поговорить по существу. Я учился в какой школе? Атеизм. И я помню, однажды учитель астрономии прочитал нам лекцию о устройстве Вселенной и показал, до чего же это действительно удивительное, до чего разумно всё устроено, до чего красиво. Вы знаете, до сих пор не могу забыть, как весь класс закричали, так что, значит, Бог есть? Он только улыбнулся, я помню, посмотрел на меня, он знал, что я верующий, посмотрел только на меня и ничего не ответил. Это в советское время. Он ничего не говорил о Боге, ни слова. Ну, тогда и нельзя было, его бы из школы тут же выгнали. Но как прочитал лекцию, а если касаться биологии, возьмите Бехтерева, что говорит, директор института, сейчас она скончалась уже, говорит, представить себе такой совершенный орган, как мозг человека, абсолютно невозможно без признания высшего интеллекта. Ну, конечно, конечно, этот академик, посмотрите, сколько это величайших философов, мыслителей, ученых говорят об этом. Ведь эти основания, как важно привести ребенку, как важно ему показать смысл жизни, смысл жизни должен быть, стать лучше, а не быть обезьяной с компьютером в голове. Кстати, знаете, древнегреческий философ Платон, который жил за 300 с лишним лет до нашей эры, говорил, что обезьяны – это выродившиеся люди. Здорово! Вот вам антидарвинизм! Ну, ладно, хорошо. У вас наверняка есть какие-то вопросы. Такая птица залетела, да, неожиданная. Поэтому какие-то вопросы у вас наверняка есть, и, пожалуйста, чем можем, мы, может быть, с вами сейчас и поговорим. Первый вопрос и первая записка. Возможно ли оградить наших детей от информационной грязи, которая умышленно изливается на них из средств массовой информации? Я у одного очень интересного автора, не буду называть сейчас его имя, прочитал такие строки. Говорит, ребёнок, воспитанный на классической музыке, просто не сможет, не сможет слушать вот эту вот все трамборамы. Просто не сможет, он не вынесет его душа. Вы слышите? Воспитанный на классической музыке. От кого это зависит? Воспитание на классической музыке. Правда? Разве не от нас? Также это касается и других вещей. Как важно ребёнку показать, что вот подчас вот те гадости, которые там показывают, которые могут увлекать. Надо объяснить, объяснить, что оказывается эти гадости, они оказываются являются ничем иным, как уколами, или, если хотите, ударами, ударами против тебя. Тебя разрушают. Вы знаете, кстати, в христианстве, что такое грех? Грех – это та рана, которую человек наносит сам себе. Мы говорим, куда Бог смотрит? «Я прыгнул с третьего этажа и поломал все руки и ноги. За что Он меня наказал?» Ну, конечно, Бог наказал, правда же, если я прыгнул? Человек пил, пил, у него цирроз печени. Куда Бог смотрит? У него цирроз печени. Это мы видим. Это, когда такие, грубятину такую, это мы ещё видим. Дальше начинается близорукость, потрясающая близорукость. А христианство что говорит? Всё то, всё то, что именуется, называется грехом, это не выдумки же Бога, а это есть предупреждение Бога. Не лги! Ты пострадаешь! Не желай зла другому! Ты вонзаешь этим самым нож в себя! Ты хочешь зла ему! И этим самым ты прямо вонзаешь нож в своё сердце. Потому что зло-то у тебя! И оно тебя ранит! Понимаете, как важно это понять и объяснить это ребёнку, что всё точно называется грехом. Это зло против тебя! Ты осуждаешь другого? Смотри! Смотри! Это твоя гордость, что ты бы такого уже бы не сделал! Тебя самого поразит! И можно показать это на тысячах примеров! Грех – это рана, которую наносит себе человек сам и страдает! Как важно объяснить этим людям, чтобы дети не страдали наши! Ведь от чего страдают? Что мы иногда делаем? я два года назад был в Риге и там встречался с разными людьми и в частности с главой города по защите детей, защите прав детей. И вот он, он, в частности, говорил, даже напечатал, у меня даже где-то цитата это есть, тут у меня, конечно, нет, я... А, вот, руководитель Рижской инспекции по защите прав детей. Маленькая цитатка. Школы сегодня внушают детям, что они должны быть лидерами и победителями, подчиняли себе сверстников, стимулируя лидерство, мы делаем сегодня эгоистов, а остальных детей несчастными и бездарными. Это что такое? Неужели не понимаем, что мы закладываем в ребёнка? Ты лидер, ты должен стать лидером! А представьте себе, что это такое? Начинается борьба за лидерство, начинается зависть, начинается неприязнь, ненависть. А представьте себе, когда вступают в брак два лидера, он и она, оба лидеры, что начинается? Полкан с Барбосом, которым кость бросили. Вы слышите, что делаю? И это всеодержимо! Ты лидер! Ты должен быть лучшим! Прямо воспитывает какую-то какую-то дикую, глупую гордость. это какое-то, я не знаю, просто, я не знаю, это безумие! Недаром один из великих святых православной церкви, Иоанн Лесевич прямо, прямо сказал, гордость есть у божества души. У божества! Я лидер! Ты лидер! Что начинается потом с этими лидерами? С ним жить невозможно! Если лидеры есть, есть! А вы знаете, они сейчас бывают естественным образом. Ничего не надо, никто не внушает, он сразу видно, и идут за ним спокойно, и он никого не унижает, он никого не порабощает. А когда воспитывают лидера, тогда берегитесь этого лидера. Так вот, оказывается, прежде всего, от нас зависит, что мы в семье сделаем, сумеем ли мы оградить от человека, от этих гадостей, которые действительно сейчас и в интернете, и всюду. Но для этого требуется, что знание, знание, знание хотя бы основ православной веры, не догматов, о жизни, жизни, ох, как это важно. Я думаю, тогда мы смогли бы уберечь детей от страданий. Сейчас в России вводят в качестве пилотных проектов под видом преподавания психологии сексуальное воспитание подростков. В Краснодарском крае пилотных школ нет, но по России такие уже определены и действуют. Ваши к этому отношения и как бы вы могли прокомментировать эту разрушительную систему, особенно для того, чтобы мы на Кубани, даже если ее будут рекомендовать, ее никогда не приняли. Я немножко знаком с тем, что творится в Европе, потому что мне очень часто приходилось там многое бывать. Я вижу, это не воспитание подростков, а развращение подростков. Это открытое развращение подростков. То, что заставляет, например, делать там девочек, я не буду говорить сейчас, не могу. Это развращение буквально самое настоящее. Весь вопрос уже не в этом. Это совершенно понятно. Откуда это исходит? Что случилось? Почему такое на Западе буквально насильственное? У нас еще, я вам скажу, это спасибо еще вот это сейчас власть еще. И я вот это, скажу, личное убеждение, извините, пока Путин еще не допустили в школы эти гадости. Боюсь, что будет потом. рвутся, рвутся к этому, потому что надо развратить прямо с самого детства, а потом уже никуда не денетесь. Учтите, вот все говорят, что как-то мировая элита и прочие вещи. Да, кто они? Неважно, что они есть, бесспорно. Их основной девиз надо запомнить. Надо запомнить, надо знать, чтобы иметь возможность уже самих себя предупреждать. Их девиз очень короткий, ясный и четкий. Разнуздать, чтобы взнуздать. А дальше разумный поймет, что это значит. неужели не понимаем, разнузданного ничего не стоит и купить, и продастся он, и совершит всякую пакость. Главное, разнуздать. Бесстыдство – это начало бессовестности. А вот это так называемое половое воспитание, которое всегда совершает, мама всегда скажет своей дочке и научит то, что надо. Если она не знает, пусть ходит и с врачами поговорит, с гинекологами. Всё! Но это всё скромно в высшей степени. Так же и папа поговорит своим сыном. Всегда есть возможность. Нет, бесстыдно хотят снять этот барьер, который самой природой поставлен. Этот барьер хотят снять. Разнуздать. А уж разнузданных мы сумеем взнуздать так, как нам нужно. Вот что происходит. Такова сейчас вся обстановка Европы и Соединённых Штатов Америки. То есть цивилизованного мира. У нас ещё мы стоим вот на грани под страшным напором. И вот уже пытаются. Пилотные таким образом всячески это пытаются. Это надо знать. Конечно, от нас с вами не зависит то, что там наверху сделается, потому что решения принимаются наверху. Но своей стороны, если дело дойдёт до подобных вещей, то надо, конечно, сделать максимум того, чтобы не дать возможности развращения тех, кто является именно нашими детьми. я только это могу сказать. Спасибо, Господи, Алиса Ильич. И ещё в завершении сегодняшней встречи хотелось бы попросить вас, собравшимся труженикам на Ниве духовного воспитания, потому что все и каждый, кто сегодня сидит в зале, это люди, которые болеют душой и сердцем за своих детей, за Родину, за веру, за любовь. Хотелось бы, чтобы вы утешили наших учителей и напутствовали на то, чтобы они никогда с этого пути не сходили. Ой, если бы можно было так легко сказал слово, вот как волшебником я стану, это очень скоро я стану, ещё немножко мне осталось, я стану волшебником, вот тогда уже, конечно, всё это дело можно, тогда подобные словеса, словеса говорить. Я скажу, к сожалению, мы плохо знаем, что такое наше православие. Мы смотрим на обрядность, на эту внешние церемонии, на все эти облачения, торжественные богослужения, всё это на свече, крестные ходы, так это же всё, слушайте, это всё было в язычестве, всё было, суть-то не в этом, это формы, всё равно, что одежонка человека, а человек-то какой? Мы, к сожалению, православие не знаем. И вот, если бы мы действительно постарались бы узнать, а что же это такое за вера, а чему она учит? Это любопытно очень, очень любопытно, а что это такое? Очень часто, ведь, знаете, придёшь на праздник и рассказывают о празднике, «Ну, Господи, я в прошлом году уже это слышал! Или ещё что-нибудь такое, Евангелие, но я читал! Да! А чему, что, чем оно хорошо-то? Что оно даёт-то мне? Что даёт мне православие? Зачем мне быть православным? А вы знаете, сколько оно даёт? Причём, нигде-нибудь! Я не говорю ещё, что Царство Божие, о котором мы не имеем представления, здесь, на земле, что оно даёт? Вот один просто, ну, пример хотя бы приведу, поскольку спросили, просто один пример привезу. У всех у нас бывают скорби, болезни, неприятности, ну, чего только не бывает, когда мы страдаем. Так, я не верующий человек, надо же это! У-у-у! Тот виноват, это виноват, все на свете виноваты, один я не виноват. И что это такое? Представьте, верующий человек, с христианской точки зрения, нет случайностей в нашей жизни. Нет! Представьте себе! Не случайно! Не кто-то подставил мне ножку, не кто-то на меня там наговорил, и поэтому со мной случилось. Не потому, что вот тот и тот, и меня даже уволили, или что-нибудь. Хоть нет случайностей, а все происходит совершенно закономерно, причем как закономерно происходит? В полном соответствии с моим душевным состоянием. в полном соответствии происходит. И представьте, если я верю, что Бог есть любовь, и что для меня это все, что происходит со мной, это есть самое полезное, то как я буду относиться к этому? Совсем другое же ощущение. Простой пример. Мы идем к зубному врачу, и мы понимаем, что он нас не мучает же, а лечит. А представьте себе, к палачу, и он начнет ковыряться. Вот оно, два соотношения. Когда просто случайности, никакого Бога, все происходит как-то такое непонятное, то все равно же к палачу в руки попасться. А когда мы знаем, что как раз это с любовью все делается ради твоей пользы, человек, совершенно другое настроение. Мальчик на слоне в Индии едет с бананами к отцу, кормить его на обед, кормить. На слоне едет. Подъехали к джунглям, слон остановился, как копанный. Мальчишка, кажется, бесился весь и колет, и бой, и бьет. Слон не с места, а потом раз его и под брюхо к себе. И только успел это сделать, вдруг и джунглей прямо вылетел королевский тигр на спину слону. Если бы слон не убрал мальчишку, была бы смерть. Ну, слон, конечно, схватил, раздавил этого, но представляете, что мальчишка потом целовать давай этого слона. И все бананы скормил ему. Благодарил. Так и мы, как этот мальчишка на слоне, подчас возмущаемся, кричим, а куда Бог смотрит и прочее. Мы же всё знаем, конечно, всё видим. Мальчишка на слоне. Так вот, представляете, что даёт православие? Я верю, что Бог есть любовь и только любовь, что всё он врач и как хирург и режет нас, и колет, и всё ради чего? Ради нашей пользы. Если я так смотрю на всё, что со мной происходит, вы представьте себе, насколько это легче. Я у врача, а не у палача. Правда же? Вот хотя бы такой один пример. Вот. Поэтому надо бы знать, что такое православие в нашей жизни, насколько, как много оно дало бы нам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ